Я спокойна, я абсолютно спокойна. У меня всё хорошо, я в позе лотос, почти. Я дышу по системе йогов, я живу по системе йогов. У меня всё хорошо, у меня в доме сделали ремонт. Било бы этих строителей. Я не думаю о плохом. Я дышу полной грудью. Ремонт закончен. У меня теперь есть плитка на кухне. Господи, всё в плитке. Пол, потолок, стены. Даже в холодильнике плитка. Господи, четыре вагона. Четыре вагона дорогущей итальянской плитки на шесть метров кухни. Плитка итальянская, дорогущая. А сегодня она отвалилась, смотрю на обратной стороне. Кирпичный завод, город Барнаул. Но я не думаю о плохом. Я йог. Я живу по системе йогов. Я люблю всех людей. Всех абсолютно. Всем людям в этом мире я желаю добра. Всем добра. Строителям два добра. Чтоб захлебнулись они в этом добре. Я дуб. Я самый дубовый в мире дуб. Я, можно сказать, дубина. Зачем мне это надо было? Ну, зачем? Так все хорошо начиналось. Ну, накопила денег на ремонт. Хотела сделать евроремонт в своей хручевке. Нашла строительную фирму. Немецкую. Позвонила. На следующий день пришли немецкие строители. В халатах и тюбетейках. Салям алейкум. Хозяйка, прода оплату. Давай. Я дубина. Я дубина без зелени. Потому что вся моя зелень осталась в халатах немецких строителей. Все окна заштукатурили. Сижу, как крот в норе. Умывальник с унитазом перепутали. Ванну поставили боком. Снесли стенку между залом и подъездом. Каждую секунду лифт встречаю. Салям алейкум. Хозяйка, мы в гости приехала. Зачем мне это надо было? Ну, зачем? Жила себе спокойно, Господи. Ну, и жила бы дальше. Вот подруга Ленка молодец. Накопила денег. Поехала отдыхать. В море искупалась. Загорела. Потом спокойно перевернулась на автобусе. Господи. Как она плакала, когда впервые увидела себя после аварии. Зеркало как плакала. Плакала до тех пор, пока не увидела мой ремонт. Теперь она смеется и собирается гонять на автобусе. Господи. Что же мне теперь со всем этим делать? Ой, а что, буду помогать людям? Буду людям помогать? Я же юг. Устрою здесь кабинет помощи, пережившим катастрофы. Будут ко мне приходить люди радоваться жизни и говорить «Спасибо вам, немецкие строители! Рахмат вам! Исалям лукум!» АПЛОДИСМЕНТЫ